Доброе утро, уважаемые коллеги! Позвольте представить клинический случай на тему «Кожная токсичность как нежелательное явление химиотерапии. Что делать дальше?» Пациент N, 45 лет, с диагнозом рак среднего отдела глотки, выставлен в 2015 году. В этом же году пациент начинает лечиться, получает три цикла химиотерапии по схеме P.F. Эффект, к сожалению, неизвестен. Затем получает курс химиолочевой терапии с цитоксимабом. В ходе лечения осложнений не было выявлено, эффект, к сожалению, неизвестен. Рецидив в 2017 году в виде роста первичной опухоли, появление метастаза в лимфоузле на правой боковой поверхности шеи. В 2017-2018 годах получает два цикла химиотерапии по схеме P.F. Эффект – полный регресс опухоли ротоглотки, частичный регресс лимфоузла на боковой поверхности шеи. Затем выполнена радикальная шейная лимфодисекция, курс одевантной химии лучевой терапии по схеме цисплатин плюс дистанционная лучевая терапия, прогрессирование от декабря 2018 года в виде появления новых метастазов в шейных лимфоузлах слева и появления внутри кожных метастазов. С февраля 2019 года находится на фоне химиотерапии по схеме P.F. П.Ф. плюс цитоксимаб – эффект частичный регресс. После проведения второго цикла по схеме P.F. Цитоксимаб у пациента появились жалобы на покраснение кожи рук, выраженную сухость, мелкопластинчатое шелушение, болезненность при контакте с кожными покровами ладоней. Со стороны подошв стоп жалоб не было отмечено, из чего был сделан вывод, что проведение данного цикла химиотерапия осложнилось кожной токсичностью в виде, характерной для второперимедина в виде ладонно-подошвенного синдрома второй степени от марта 2019 года. С самого начала лечения пациенту были даны рекомендации по уходу за кожей для профилактики и лечения данных осложнений, однако пациент их не выполнял. Рекомендации, которые были даны непосредственно пациенту, это систематический самостоятельный осмотр кожных покровов ладоней и стоп-подошв, ограничение активных видов деятельности с использованием пальцев рук. При принятии водных процедур рекомендовалось использовать теплую воду, мягкое жидкое мыло, промакивать кожу полотенцем. Несколько раз в день наносить на кожу ладоней и стоп увлажняющий крем с мочевиной. Два раза в день наносить на кожу кисти, рук и подошв стоп-крем Акридерм в течение 14 дней. Полноценное питание, богатое нутриентами, витаминами, омега-3 жирными кислотами, цинком и железом, поддержание адекватной гидротации. Затем было решено продолжить химиотерапию в прежних режимах и в прежней дозировке. Было проведено еще два цикла. Данные четвертого цикла представлены на фото. На фоне проводимой терапии пациент отмечает улучшение состояния кожных покровов, уменьшение шелушений и трещин в межпальцевых промежутках. Не отмечено усиление ладонно-подошвенного синдрома, а также отмечается уменьшение опухолевой массы. Однако после проведения четвертого цикла химиотерапии отмечается появление кожной токсичности в виде акноподобной сыпи, что характерно для ингибиторов ЕГФР. Сыпь находится на груди, шее. Решено, что редукция дозы цитоксимаба не будет выполняться. Проведение химиотерапии будет продолжено без отложения его сроков. Пациенту даны рекомендации. Это консультация дерматолога. Соблюдение рекомендаций данных для лечения ладонно-подошвенного синдрома. Несколько раз в день на кожу груди, шеи. Также наносится увлажняющий крем с мочевиной. И наружно на места высыпания наносить фуцикорд-крем на пораженные участки кожи, слегка втирая два раза в день в течение 14 дней. Спустя две недели результат достаточно хороший. И резюме. Самое главное, что кожная токсичность не всегда является поводом для отмены химиотерапии. Необходимо предупреждать пациента о возможных осложнениях и обучать его примитивным мерам до начала противоопухолевой терапии. При появлении признаков кожной токсичности в первую очередь нужно оценить степень токсичности, а затем уже принимать меры. В каких-то случаях необходимо будет отменить лечение. В других случаях будем редуцировать дозировку препаратов. И в третьем случае просто будем усиливать меры ухода за кожей и профилактику лечения кожной токсичности. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Катерина Аркадьевна. У меня можно сразу вопрос, с Вашего позволения. Когда вы отпускаете пациента с рекомендациями, когда вы назначаете повторный визит, то есть как вы отслеживаете, потому что действительно комплоентность пациента, она всегда нас беспокоит, и не всегда то, что мы сказали, будет выполнено. А для нас это важно. А пациент может быть, ну не то чтобы недооценивает важность этого, но, в общем, есть у каждого пациента свои причины для несоблюдения рекомендаций врача. Поэтому как часто Вы видите этого пациента после назначения вот этих рекомендаций? Да, этого пациента я видела каждую неделю. То есть такое хорошее полноценное наблюдение, и Вы имели возможность с ним еще раз проговорить те рекомендации, которые были. Спасибо большое. Спасибо. Есть еще вопросы? Пожалуйста. На этот раз представлюсь. Орлова Екатерина Вадимовна, Сеченовский университет, Москва, драматолог-онколог. У меня такой вопрос. Вот эти рекомендации, которые Вы давали, Вы их давали в соответствии с рекомендациями РУСКО по поддерживающей терапии, по кожной токсичности. И если да, то вот эта модификация Ваша с назначением акридерма ГК, который является кортикостероидом, в профилактику чем обоснована? Скажите, пожалуйста. Спасибо. Лечение пациента было обсуждено с дерматологом, и все решения принимались совместно. Посмотрели рекомендации РУСКО, и на фоне этого было решено проводить такое лечение. Да, и я хочу добавить, что Катрина Аркадьевна наша сотрудница, но она представляла клиническую ситуацию пациента соседнего онкоцентра, где очень большой поток пациентов, где очень много пациентов, и, как Вы видите, одна кожная токсичность наслаивается на вторую. То есть это пациенты с города. Все фотографии, которые Вы видели, это все реальные наши пациенты. Поэтому мы говорим, что у нас нет под руками дерматологов. Это все на личных связях, это все на каких-то контактах, либо на рекомендациях. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо.